А поправить корону-то и некому. На этой неделе сеть активно обсуждала госпереворот в Нигере, в ходе которого военные решили выпнуть с насиженного места профранцузского президента и ограничить Парижу поставки урана и золота. Соседняя Нигерия теперь готовит свою спецоперацию. И, казалось бы, а при чем тут Россия? А я поясню. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фирмак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Ну, вы, наверное, в курсе, чем нас так привлекла Африка, что мы аж и зерно бесплатно решили отправить и часть долго списать. Так, конечно, это полезные ископаемые, которые из-за постоянных военных конфликтов местного населения остаются как бы неудел. А тут, как сказал Песков, долг все равно невозвратный, а путь к сокровищам мы открыли. Ну, вот именно это и стало причиной того, что сейчас конфликт Нигера и Нигерии активно обсуждают именно в России. Просто, как говорят некоторые источники, Пригожин не отказался бы от золота, а Росатом от доли урана, особенно на фоне ухудшающихся отношений с Казахстаном. Поэтому закончим свою спецоперацию, двинемся на чужую. Ну, или хотя бы поможем с военно-технической поддержкой. По крайней мере, к этому на этой неделе попытался призвать Соловьев. Я не понимаю, например, почему мы не должны оказать всяческую военно-техническую помощь народу Нигеру в его справедливой борьбе. Предоставьте все, что ему необходимо для того, чтобы изгнать со своей территории французских захватчиков. Братскому народу. Братскому народу Нигера, да, братскому, да. Исторически близкого. Я просто реально этого не понимаю. Чернороссия должна быть свободной. Что им надо? У них там интервенция ожидает воздушная, поставить им системы. Я уверен, что немало нигерцев обучались, как работать с нашими системами. Я просто убежден, чувствую. Выгнать, чтобы ни одного французишки в мундирчике и близко не было на территории Африки. Да, 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 да. Чернороссия должна быть свободной. Вы, кстати, тоже обратили внимание на этот тренд, что в последнее время все шутки, и маленький спойлер, не шутки, направлен исключительно на поклонение Африки. Соловьев призывает оказать военную помощь. Захарова утверждает, что спецоперация в стороне Украины идет ради свободы африканского населения. Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными. Да даже самый главный лакмус аппарата президента и тот высказался по теме. И я сейчас не о Пескове. Айден, ты захотел нигерского урана? Еще свою ведьму туда послал, в Нигер. Да не получишь ты его никогда. А вы, нигерцы, не вздумайте это уступить Америке, а то смените один сапог на другой, с Францией на Америку. Нет, только борьба. И только борьба вам принесет удачу вместе с нами, с Россией. Мы с вами. Ну, короче говоря, вы поняли, кто следующий. Хотя вот этот вот посыл пропаганды и потенциальных пациентов в клинике лично я не поддерживаю. Ну, просто потому, что не понимаю, как можно топить за конфликт в 21 веке. Нас еще в школе учили, что самое простое и неумное – это начать махать кулаками. А ты попробуй словами склонить противника к своей точке зрения. Что? Сложно? То-то же. Для этого как минимум нужен мозг, способный генерировать стратегию, а не рот, готовый в любой момент открыться в вопле. Если драка неизбежна, бить надо первым. Это все хорошо, но кто и как оценивает неизбежность драки, этого никто не поясняет. А значит, оставляет за собой право диктовать ее условия. Так вот, к чему я это все? А к тому, что Нигерия является нашим самым главным конкурентом в поставке природных ресурсов в Европу. Ну и понятно, что в рамках санкций, отказавшись от нашего газа, Евросоюз переориентировал свои аппетиты на Африку. А как там говорится в знаменитой пословице – держи друга близко, а врага еще ближе. Ну вот Россия и решила пойти по этому пути – сделать из конкурента союзника, а из потенциального врага друга. Но, видимо, не особо рассчитывая на успех, приберегла для Нигерии и план Б, где в ходе спецоперации будет уничтожена инфраструктура для добычи и отправки сырья в Европу. И вот это, по-моему, больше похоже на реальность. А с учетом присутствия в Африке Пригожинской армии – даже на выполнимость. Тут, как говорится, поживем – увидим, но вернемся на родину. В России в скором времени могут начать строить многоэтажки из дерева. Такое развитие отрасли было предложено в качестве альтернативы стеклу и бетону. Президент России инициативу одобрил и предложил в срок до начала этого лета сделать деревянное домостроение более доступным, для этого скорректировав законодательство. Но вовремя работа закончена не была, и кто бы сомневался. По словам главы Минстроя Эрика Файзулина, четырехэтажки из дерева уже доступны для строительства. Но вот с девятиэтажками дела обстоят сложнее. И пока этот вопрос находится в экспертизе. Но просто Файзулин, видимо, понимает, что строить такие многоэтажки для россиян – не самое благодарное занятие. Потому как пока у одних казенный дом и дальняя дорога, сами знаете куда, у других растащенный в Китай лес и полное отсутствие понятия, из чего строить теремок. Впрочем, президента страны, похоже, это не смутило. Он предложил Файзулину обратить внимание на деревянные двенадцатиэтажки в Европе, которые и строятся быстро, и служат долгом. Короче говоря, президент настаивает на своем. Вот только непонятно почему. Потому что по аналогии со сталинками и брежневками, путинки, если не ошибаюсь, у нас уже тоже есть. Это вот эти самые квартиры-студии, начинающиеся от восьми квадратных метров и четырех миллионов в рублях. Студия. Восемь и восемь квадратных метров. Вот она и все. Здесь кровать не поместится. Здесь вот подоконник. Здесь полтора метра. И туалет-ванная. Вот туалет-ванная. Это была минутка ненависти к жалкой и никчемной жизни. Но мы движемся дальше. Потому что у кого-то эта жизнь может оказаться еще и на грани смерти. Во вторник на совещании по вопросам развития строительной отрасли вице-премьер Хуснулин похвастался президенту о том, что на новых территориях началась массовая застройка различных проектов. Сейчас восемь объектов уже в работе. И это в ста километрах от линии соприкосновения с Украиной. Представляете, говорит Хуснулин, люди строят жилье. Один дом уже до третьего этажа достроен. Конец цитаты, которую приводит информационное агентство ТАСС. На что президент России отвечает. Внимание, цитата. Там уж точно есть чем заняться. Такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался. Конец цитаты. Ну да, ну да, это все хорошо. Но есть одно но. Вернее, даже два. Во-первых, не закончена спецоперация и намерения Украины вернуть себе территории, ну как бы не остыли. А во-вторых, не так давно активно обсуждался вопрос, почему Росреестр не видит новые регионы. Если кадастровая карта не находит субъект, значит не до конца понятна и юридическая сторона вопроса. Как регистрировать? Где регистрировать? Какие права будут у покупателя? Но кого это интересует, когда есть огромное желание заработать? Тут ведь главное построить. А то, что дом снести может случайной волной ветра, так это не. Виноваты не мы и возмещать ничего не будем. Ну как с Крымским мостом. Помните, такое ощущение, что некоторые лица, ну прям радуются каждому его восстановлению. В июле, например, тот же Хуснулин заявил, что ремонт поврежденной части будет стоить миллиард, а то и миллиард триста родных рублей. А помнится, начинали с шестисот. Короче говоря, мораль той басни такова. Были бы деньги, а как их попилить, простите, освоить, вариант всегда найдется. То же самое сейчас ждет завод в Сергиевом Посаде. На этой неделе там произошел мощный взрыв, который покалечил около 60 человек. Одна из пострадавших умерла. Сначала СМИ утверждали, что причиной клубов дыма стал украинский беспилотник. Но позже эта информация не подтвердилась, и Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Это до чего же надо довести отечественную промышленность, чтобы предприятие Ростеха начало сдавать часть своих территорий под склад пиротехники. И еще интересно, а заводчане-то хоть были в курсе, что работают буквально на пороховой бочке. Или русская авось, как всегда, взяла верх. В любом случае, завод теперь под восстановление, пострадавшие под выздоровление, а виновные под исправление на спецоперацию. Ну, как в Тольятти, там долг по коммуналке мужчинам предложили смыть кровью. Ну, сами понимаете, где. Желающие пока не обозначились, но думаю, что задолженность после спецпредложения должна значительно уменьшиться. Ну, или увеличится количество добровольцев. Ведь на конец июля долг россиян по коммуналке достиг цифры в 900 миллиардов рублей. И если каждого неплательщика привлечь к участию в спецоперации, то второй волны мобилизации можно и избежать. Хотя привлекать к ней я предлагаю, конечно же, исключительно патриотов. Мы все остальные деньги где-нибудь найдем. Вот как-то так, друзья. Ну, а я напоминаю, что это был второй итоговый выпуск новостей. Первый мы уже загрузили на нашем канале РМАК Медиа. Либо на основном, либо на резервном. Подписывайтесь, и мы точно не потеряемся. Ну, а мы увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»